Всем привет! Сегодня сделаем очень крутое приспособление и без преувеличения скажу, что пользуюсь им каждый раз, когда нахожусь в гараже. Итак, сегодня мы сделаем панель для инструментов и прикрепим ее на стену. Места занимать она будет мало, так как она будет на стене, она достаточно узкая, но там помещается большое количество элементов. Взяв лист фанеры толщиной 10 мм, я вырезаю его по направляющей. Если направляющую не использовать, то рез обязательно будет кривым. И вначале делаю верхнюю полку, на ней будут располагаться банки с подкраски и подобные предметы по высоте. И для того, чтобы не шурупить фанеру, необходимо сделать в нужных местах отверстие с диаметром на 2 мм меньшим, чем диаметр шурупа. И собственно количество полочек и их расположение ограничено только нашей фантазией, а иногда кстати и материалом. И пришло время прикрепить держатели ящиков диаметизов. Собственно у меня их 3, на каждую такую планку можно прикрепить 5 ящиков. Да, они есть и побольше, но у меня в общем стандартные. А это уже магнитные планки, на них можно будет вешать практически все что угодно. Я даже попробовал прицепить молоток на полкилограмма и он держался. Как впоследствии оказалось, вот эта маленькая полочка, которую я сейчас скреплю, пригодилась для карандашей. А вот эта для рулеток и прочих предметов. Баночки, очень классная штука, сюда можно складывать маленькие всякие шурупы и какую-то фурнитуру. И прикол их в том, что все что там хранится, оно будет не в пыли. Дело в том, что при работе с деревом, постоянно летит стружка, какая-то еще пыль, но туда она не попадет. Панель у меня будет держаться на двух анкерах М10. Конечно же, не забываю прикрутить фирмовую бирку, держится она на четырех шурупах. Со временем работы уже как бы на глаз определяю, какой диаметр сверла, потому что у меня нет, например, 4.2, 4.3, 4.5, у меня как бы кратное 0.5. И это достаточно просто определить. Поэтому я их вешаю все в ряд и мне не нужно их подписывать. Итак, друзья, такая панель с инструментами у меня получилась. На практике она реально очень удобная и практичная. Поэтому я думаю, она заслуживает на ваш лайк. Всем спасибо и до новых встреч!